Бойцы двигаются ловко, быстро и проворно. Словно они не одеты в 10-килограммовые доспехи, а в руках игрушечные мечи. Но все по-настоящему. Тяжелые удары и точные уколы. Участники признаются, исторические сражения по-прежнему их увлекают, потому что реконструкция открывает множество направлений для творчества. Тут очень много граней, которыми можно развивать и по отдельности, совместно. Одно время я активно спортивную составляющую фехтования у себя развивал, достиг каких-то результатов. Теперь мне стало интересно, скажем, ремесленная составляющая. На фестиваль, в основном, представляюсь как кузнец, как мастер-ремесленник. Самарские исторические реконструкторы каждый год собираются на межсезонный турнир, чтобы потягаться друг с другом, помериться силами и выявить лучших по обращению с мечом и копьем, а заодно и зрителям показать красоту средневековой боевой одежды и оружия. Подобные фестивали, они своей целью ставят популяризацию историю, историю России, историю Европы, историю степи. То есть, по большому счету, это история, собственно, нашей страны и ее соседей. Пока профессионалы выявляют сильнейших на ресталище, я тоже решил проверить свои силы в историческом бою. Андрей Горгуленко, Дмитрий Мешканцов. События.